How are you, друзья? Очередная поездка в Золотые леса. Сегодня мы поедем в Инглвуд и в небольшой городок Кейнголвер. Я покажу вам какие-то интересные местечки, дорогу, ну, в общем, покажу все самое интересное в Австралии, что вы можете увидеть. Ехать нам где-то в 200 километров. Бензин нынче дорог. Вот, я смотрю, 95-й, где-то 2 доллара. Собственно, ну, что делать? Надо ехать и заправляться бензинчиком. Это небольшой городок Кастлмайн. Я иногда здесь останавливаюсь, там, в гипермаркет захожу. Вот, и иногда захожу во всякие винтажные магазины. Сейчас покажу несколько интересных вещей. Вот такой магазинчик, Farming Simulation. Субтитры создавал DimaTorzok Вот выбор здесь хороший. Пиво by L, хорошее. Есть мельбурнское пиво, Victorian beer. Ну, вот я, например, люблю именно Купера. Он самый лучший такой, вот именно как... Вот этот вот Эль я обычно беру. Это тоже антикварный магазинчик. Вот тут можно увидеть такую плетеную в Веспу. В первый раз вижу обычно такая троица. А здесь еще такая обезьяна, которая просто сидит. Не вижу, не слышу и просто сижу. Вот здесь любят продавать винтажные... Всякие инструментики уже восстановленные. Очень много интересных, раритетных. Ну, тоже копалки. Ну и, конечно, такие вот дела. О, весь. Эль atau светлайн. Субтитры сидал. Ну вот, приехали в Кенговар. Здесь вот видны раскопки, сейчас найдем местечко хорошее, там мы уже копались, я покажу. Ну, в Кенгуэ места любопытны тем, что, вернее, знаменитые, тем, что здесь был найден самородок Рука Судьбы, и, собственно, один из самых крупнейших самородок, за 40 лет последним, наверное. Ну вот, в Палееде он был найден вообще прям сверху. Ну, не все верят в это. Ну вот, тут даже недалеко это место, где он был найден. Мы едем, ну, где-то здесь недалеко, то есть буквально метров 500, можно войти от тех мест. Погодка сегодня отличная, где-то 25 градусов было, но на машине у меня 30 градусов. Мне кажется, все-таки нормально, для поиска пойдет. Ну что, ходил где-то часа два, в основном пули, железо. Сейчас покажу местечки, какие здесь классные. Вот здесь работал бульдозер. Вот эти молодые деревья, это нашел бульдозер. Ну и сейчас покажу копы. Вот здесь, в принципе, золотишко есть, где-то попадаются молочевки. Но сегодня я что-то не очень лаки. Еще там еще один майнер приехал. Поэтому пойдут раз не лаки сегодня, надо идти пить пиво. Купер. Место, где рука судьбы найдена, то много здесь людей побывало. Но есть места, где именно прошли бульдозеры. Ну там, допустим, лет пять назад. И есть шанс с новыми детекторами как-то пройти и прозвонить, может быть, более мелко. У меня максимум получалось где-то в этих местах найти, ну, грамм три с половиной. Ну, это прилично для Виктории. В смысле, самородок. А так, за один день у меня рекорд в этих местах 7,5 грамм золота. Ну, вот как раз самородки с этих мест. В принципе, они были не глубоко. Там от вообще пяти сантиметров до тридцати. Практически все с этого места. Ну, вот с этих мест именно в Кинговар. Ну, одна из версий, почему здесь хранилось золото. На мой взгляд, я, в принципе, с этих мест поднял где-то одну унцию. Мне кажется, именно за счет того, что просто здесь много мусора. И, собственно, из-за этого, ну, то есть, многие проходили, думали, что это мусор. А по-настоящему, действительно, вот машина, которая с хорошей дискриминацией, она показывает, действительно. И много, много самородков. Я когда копал, я уже примерно знал, что это золото. Звук удачи. Но сегодня его нет. Я называю это домик улитки. Золотой улитки. Вообще, очень удобно, вот, в принципе, для путешествий. То есть, вагон, небольшой джип и, в принципе, надувной матрас. Я использую еще поролон, спальный мешок, подушка и больше ничего не надо. Только бутылочка пива. Ну, или кусочка кофе. Хорошо. Ну, ночки сейчас более-менее теплые такие в Виктории. То есть, там где-то, может быть, градусов 10 ночью, 12. Иногда бывает 16. Считается, ну, как лето. Но, в принципе, просто сейчас вот самый такой сезон, когда можно, немножко спала жара и можно уже и спокойно спать ночью. Потому что я скажу, что вот спать, когда там 18-20 ночью, а днем 30-35, то это, конечно, не очень комфортно. Но, в принципе, в машине нормально. Можно вполне так выспаться. Завтра проснемся, я думаю, что где-нибудь в 7, полвосьмого и поедем в Инглвуд. Ну, я проснулся. Где-то в полвосьми. Едем в Инглвуд. Попробуем там. Погода хорошая. Солнце. Пенгурушки вокруг. В Инглвуд. Вон, кино снимают. Такое это. Сейчас попьем кофе и за золотом. Ну, вот я как раз говорил про то, что здесь продают в основном. Вот, GP-7000. Пятитысячный. Трейдлер. Такое можно еще вызвать трактор. Я думаю, что это так полурекально. Да. Трейдлер. 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 Трейдл. 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 местечко тут интересно глубокими шахтами такой склон большой покажу тут мусор шахты здесь такие опасные кучки тоже проверим какая глубина но метров 15 взлета готов так ну пока платежка не нашлось зато нашелся вот такой огромный гвоздь железки вот эти белые пульки это как бы древние достаточно сок свинца я еще здесь похожу но принципе действительно не совсем два часа очень мало времени что так привыкнуть места хорошие это как бы скала большая жила но ничего другой раз здесь большая шахта раз покажу она закрыта огороженную забору вот здесь кололи кварц был остатки золота вот такой карьерчик надо будет сюда еще как-нибудь приехать побольше времени посмотреть разведать потому что именно входа в шахты принципе вот я нашел несколько таких болтов ну значит они все не ну не все были пройдены детекторами вот стояночка в принципе по наличию костров можно тоже вот таких вот кострищ можно определять насколько здесь интересные было для майнеров потому что обычно в местах популярных несколько костровищ скажу несколько слов про прибор 6000 майнлаб очень легкий я обмотал ручку чтобы удобнее было вот батареи хватает в принципе на часов 6 легкий карбон здесь и вот тарелка 11-инчий моно тоже легкая такая и мощная машина конечно отлично ничего не скажешь а вот и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»